Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, какой праздник приехал к нам в эту среду, что на нем будет происходить, ну и также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что застраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и поехали! А праздник к нам приехал в этот раз в день летнего солнцестояния. В этот раз он приехал к нам, опять же, сюда, в Морленд, хотя некоторые старички-сосошники помнят, что он не всегда проходил на этой поляне праздников. Но теперь ежегодно данный праздник проходит здесь, и каждый раз он начинается с одних и тех же заданий. Я, ребята, говорю сразу, я их проходить не буду, потому что они идентичны каждый год. Вы наверняка хуже прошли и знаете, что поговоря с лесничьей Марисоль, вы сможете открыть еще несколько заданий, которые позволят вам поставить вышку, собрать цветочные веночки и все в этом духе. То бишь, организовать праздник, ну а также с праздничным длинным столом. Как же без этого? Это часть сюжетной линии фестиваля, которая происходит ежегодно. Мало ли кто-то забыл. Ну и просто для новичков, новоприбывших к нам на Юрвик. Но в этот раз есть некоторые изменения, и именно их мы сейчас с вами посмотрим. Также у нас есть рыбалка, в которой мы можем порыбачить каждый день и какие-то плюшечки оттуда вылавливать. Но я, если честно, еще ни разу не занималась этой рыбалкой. Да и вообще как-то в этот раз я хотела в среду записать, если честно, это видео, но не получилось. И ни на одном из своих 10 аккаунтов я не прошла эту сюжетку, поэтому у меня пока все закрыто. Но мы посмотрим именно изменения. У нас теперь тут стоят 3 магазинчика, в котором продается разное одеяние. Допустим, в этом магазинчике, он называется цветущее одеяние, это самые новые комплекты, которые вы можете купить за СК и за шиллинги. Но учитывая цену СК, я думаю, вы все равно и так, и так потратите, потому что цены очень высокие. Из всех этих комплектов меня больше всего заинтриговали, наверное, платье. А заинтриговало оно меня, потому что оно мне понравилось, но я его пока не купила. Хотя мне, ну действительно, оно очень симпатичное. И цитирую фразу одного моего человека из моего клуба, моего ученика, что платье как будто бы 19 века. Вот, так что, может быть, у вас тоже такая ассоциация. Еще мне понравился Вальтрап, но я его ни разу не смотрела на новых лошадях. Просто вот по 2D рисунку мне он зашел. Также мне понравился уздечка. Вот этот вот, я уже, да, забыла, недоуздок, веревочный недоуздок. Сережки симпатичные подойдут, я думаю, тем, у кого короткая стрыжка, чтобы было видно. Хотя, кстати, у меня на персонаже тоже видно, может быть, и куплю. Надо подумать. И да, кстати, если вы не заметили, то я сейчас на самом первом своем аккаунте, который отныне будет считаться аккаунтом старых лошадей, старых моделей. Второй магазин называется Гардероб Белой Ночи. Здесь тоже продается одежда и амуниция, но давайте будем называть ее второго поколения. Как видите, здесь, а, хотя нет, а, да, 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 вот. Это костюмы и амуниция, которые продавались в прошлые года. На всех аккаунтах у меня обязательный пункт купить вот этот Вальтрап. Мне он очень нравится и просто я его считаю одним из самых идеальных, по своему мнению. Даже сейчас, когда есть новые. И также здесь продаются, по-моему, практически все веночки на лошадей. Я их, кстати, да, вы видите, все скупила. Они стоят по одному шиллингу. И если вы любите, допустим, одевать недоустки на своих лошадок, то вы можете их всех распределить по своим лошадкам в конюшне, чтобы они просто симпатично смотрелись. Также тут куча еще вот там амуниции, платьишек. Тут даже вот вообще, я не помню, это летний, это летние комплекты одежды, которые продавались раньше в магазинчике на пляже. Я не знаю, что они забыли здесь. Вот, да, вот все эти комплекты. Вы их можете купить в этих магазинах, но летние комплекты, кстати, они уже доступны в глобальном магазине. Нужно просто поискать. А также разработчики написали нам, что будут происходить большие изменения, связанные с праздником. Какие-то элементы одежды из этих магазинов будут убираться, я где-то читала. Но последнее, что я помню, они написали, что вся одежда из этих магазинов будет доступна круглый год в глобальном магазине, чтобы ты мог нарядиться в цветущие наряды дня солнцестояния, даже зимой, когда тебе захочется. И вот последний магазин, это ностальгические наряды, ребята, это ностальгия, прям ностальгия. Я зачем-то все-таки купила тут практически все веночки на аккаунте, на котором у меня их нету, потому что на основе моей они-то все есть, они все куплены. Вот такие вот старые костюмы, это же... Ой, а почему вы, кстати... А я куплю его, я куплю... Это же аккаунт старости, я хотел сказать. Ну, наверное, да, этот аккаунт у меня посвящен древности ССО. Я, конечно, не смогу здесь купить все древненькое, древное такое, но я вот, к примеру, купила себе кепочку такую же, только черную. Вот эта футболка, она у меня почему-то, кстати, тоже ассоциируется с сохранением а-ля старых лошадок, но она довольно старая, но куплена в глобальном магазине. Вот. Так что вот такие вот три у нас магазинчика доступны здесь, и также кладовка, чтобы вы могли быстренько все это переложить именно туда. Следующее, это обязательно надо вам сказать, что весь этот праздник будет проходить до 6 июля. В эту среду, 6 июля, праздник уедет от нас. То бишь, две недели у вас есть вот такая возможность отпраздновать его, провести время с друзьями, выполнить заданники, посидеть, покушать пятничок, собрать букетики. Ну и также теперь, я так понимаю, нам каждый раз на любой праздник будут добавлять хромакеи белый фон, я так думаю, для фото, и хромакеи для зеленого. Я, кстати, планирую им как-нибудь воспользоваться. Жалко. А, вот. Если я правильно помню, мы отключим тени. А, нет, все-таки какая-то тень да останется, но отключение тени позволит вам, я думаю, максимально улучшить внешний вид с этим хромакеем, и я как-нибудь им воспользуюсь, я думаю, чтобы вставочку на стрим сделать. Вот, так что здесь вот такие вот теперь новости. А, именно на этой поляне больше у нас ничего и нету. Нету. Также мы можем те на этом празднике потанцевать под музыку, которая будет у нас играться вот на той фестивальной сцене. Наверное, так ее можно будет называть. Также, да, про рыбный пруд. Так, пусть тебе приснится сон. Если вы соберете 7 разных цветов в канун ночи, летнего сонсостояния и положите их под подушку, то увидите во сне кого-то особенного. В общем, если вы соберете 7 цветочков разных, которые по сюжету вы один раз соберете, то что-то должно случиться. Но, по-моему, там просто вам снится ваша лошадка. И все, и больше ничего. Вот, да, извините, если я кому-то проспойлерила. Про венки я вам уже сказала, про комплекты тоже. Так, знак благодарности. Если вы не читаете новости, не сидите ВКонтакте, то разработчики добавили в игрушку бонус-код, который называется Feelings Splendid. Он дает нам целый комплект одежды. Я его, по-моему, уже убрала в шкаф, вы хотите сказать? Не может быть. Но, видимо, я его убрала в шкаф. Это очень интересный комплект. Советую его ввести абсолютно всем игрокам, потому что вещи очень полезные. И не только полезные, но, во-первых, моделька новая. Вот, к примеру, я сейчас вам покажу. Нам дали вот такой пиджак с хорошими характеристиками. Вот такой пиджак, а-ля стиля барокко, тоже с хорошими характеристиками. И ко всему этому, жалко только штаны не были в этом комплекте. Но, опять же, сапоги к этому комплекту с характеристиками. И перчаточки, тоже с хорошими характеристиками. То есть, нам дали полноценный, хороший комплект. Единственное, не хватает только штанов. Ну, а шлем, кстати, есть. Я просто забыла про него сказать. Вот такой вот шлем. В общем, комплект темно-синий-матовый. Очень классный, подойдет абсолютно всем. Считаю, это идеальный вариант. Если вам нужна просто скачка, ой, не скачка, а скорость на тренировках, но вам нечего одеть, этот код доступен для игроков 9 уровня и выше. Так что, если вы хотите его к себе активировать, то зайдите на сайт StarStableOnline, найдите его в новостной ленте, он там есть. Активируйте его себе. И будьте довольны с посещением своих тренировок. Но это еще не все. Вы заметили? Наши лошадки стали счастливы. Это потому, что нам снова дали целую неделю бесплатного ухода за лошадьми. Так что в течение недели ваши лошадки станут очень счастливыми, очень быстрыми. Хотя я сейчас не могу посмотреть, сколько дней прошло. По-моему, среда, четверг. Да, два дня. Наверное, две палочки должно восстановиться. Просто у меня это свежекупленная лошадка. Да, которую я, кстати, покупки не снимаю. Да. Хотя, не знаю, надо или нет. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я записывала видео с этого аккаунта о разовой глобальной покупке старых лошадей. Потому что я на этим персонажам закупаю лошадей партиями старых. То есть, если пишут, каких лошадей убирают первого поколения, я их стараюсь за один раз всех скупить. Вот жалко, что, да, вот девочка на старом фьорде. А вот этому персонажу старых фьордов не видать. Если бы был бы хотя бы один, то это был бы воистине действительно аккаунт, который просто собирает старые модельки. Так. Ну, на этой неделе, кстати, всё. А вот на следующей неделе... Ребята, кто этого ждал в Ликуте? Уже ведь на следующей неделе к нам приедут рыбовидные лошадки, Аполлузы. По-моему, Аполлузы. Они называются Седну и Протея. Так что, если кто хотел их купить, готовьте СК. Этот метод, кстати, не хватает. Только на одну. Вот. Но я на этот аккаунт и не собираюсь их покупать. Ни одного. Может быть, на какого-то другого. Вот. Так что, на этом всё. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Да-да, не забудьте мне написать в комментариях по поводу, нужно ли снимать покупки старых лошадок этим аккаунтом. А также, ждёте ли вы морских коней. Ну, и в принципе, как вам данный праздник. Ну, а на этом всё. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. И тёплого вам солнышка в небе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!